МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Федорович Павлов, председатель Тверской межрегиональной общественной организации ветеранов следствия «Союз». Сергей, добрый день. Уважаемые друзья, сегодня цель нашего разговора, мы будем говорить о том, наверное, как навести порядок в нашем Тверском регионе, в областной столице в частности. Вопросов очень много, но предлагаю вам, прежде всего, уважаемые телезрители и радиослушатели, принять активное участие в нашем разговоре. 300-190, напоминаю, телефон прямого эфира. Ну, а начать предлагаю с недавнего события, недалеко, как вчера. Да, Олег Станиславович, мы с вами встречались на митинге, посвященной уже 32 года прошло. Это было вывод российских советских войск из Афганистана, да, закончилась афганская война, 32 года прошло. Вчера, несмотря на непогоду, несмотря на условия пандемии, был очень представительный митинг, было очень многолюдно. И чаще других, вот я заметила для себя, звучало применительно к той афганской войне слово «подвиг». Говорили, что вы не зря, потому что очень многое говорилось, да, об этой афганской войне. Прошли десятилетия, 32 года, да, и говорили, что и вы никому не нужны, и что это все было напрасно. Теперь говорят о том, что да, вы совершили подвиг, вы дали точку такую, хорошую точку поставили в этой войне, и дали импульс для развития современной России. Олег Станиславович, я видела, что вы вчера на митинге лично здоровались с очень многими воинами-интернационалистами, и вы были на этом митинге. Это дань традиции? Что объединяет вас с воинами-интернационалистами? Ну, наверное, первое, меня объединяет этот монумент, который, в общем-то, я построил, будучи главой города. Вот, кстати, перебью, у меня тут в этой же студии был скульптор этого монумента, мы как раз недавно совершенно о нем вспоминаем. Во-первых, интересная история, как он появился. Дело происходило следующим образом. Я был в городе Герои Минске, где я учился когда-то в военном училище, и мы там открывали на острове монумент тоже воинам-интернационалистам и воинам Афганистана. Присутствовал президент Белоруссии Лукашенко, присутствовал председатель горсовета Павлов, это как мэр города Минска. И самое интересное, что присутствовали два ветерана-афганца с Тверской области, не из города Твери причем. И вот там, уже на приеме, они встали и сказали, обратились ко мне и попросили пообещать им, что в городе Твери тоже появится вот такой... А, то есть они, так сказать, с вас взяли слово. И мне в присутствии, да, вот моего коллеги Павлова, которого я очень уважал, как он уже был с большим опытом руководитель города Минска. А у нас было соглашение подписано. И вот я пообещал, что в течение двух лет такой монумент появится. И появился он через год. Ну, конечно, огромное спасибо хочу двум людям сказать. Во-первых, мало кто знает, что половина денежных средств на этот монумент было выделено почетным гражданином города Твери, героем Советского Союза, наверное, Борисом Силовичем Громовым. Это он когда был губернатором Московской области, а поскольку он наше Суворовское училище закончил... Да, 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 лично известно это все странно. Вот половина, ровно половина денежных средств на создание и монумента, и благоустройство вокруг него было выделено из бюджета Московской области. Вот. И 50% денежных средств это дал город. Вот Олег Николаевич Толстых, он был зампредседателя городской думы тогда, когда я был главой города. Кстати, он тоже вчера присутствовал на митинге, дай бог вам здоровья. Да, и у нас появился вот такой вот монумент, который объединяет сегодня много общественных организаций. Вы посмотрите, как они у нас сплочены, и боевое братство, и десантники, и... Я видела, и Красная Звезда была представлена, и Союз Десантников был тоже представлен. И наши ребята воевали и во Вьетнаме, и в долине Бека, потому что монумент посвящен не только афганцам. Да, это вообще локальные войны, а их, к сожалению, было довольно-таки много. Серёж, у вас среди ветеранов следствия, вот Союз, который вы возглавляете, ведь тоже эта тема довольно-таки близка. Есть, наверное, те, кто принимал участие в локальных войнах? Безусловно, да, у нас есть такие сотрудники и в следственном управлении. Я просто сейчас, мы подняли эту тему, просто нахлынули воспоминания, что называется. Я тогда был признан в армию, в 83-й год как раз, и это был такой пик достаточно призыва как раз на Афганистан. Я помню, только с призывного пункта нас привели, я служил в 73-м полку Томасской гвардейской дивизии под Москвой. И просто ощущение вот тогда тех молодых людей, которые тогда было в Советском Союзе ещё. То есть, когда к нам пришёл комиссар и сказал, что, ребята, скорее всего, вам придётся служить в Афганистане, вам необходимо написать заявление о том, что вы не возражаете, да, что из вас будет сформирована вот эта часть. Ни у кого никогда не возникало каких-то сомнений, отказаться там. То есть, люди были готовы выполнять задачи, которые перед ними ставит страна. Хотя это были обычные пацаны со всех уголков страны. Я вот, кстати, вас прерву, я слышала даже вот из воспоминаний, что ребята, которых по той или иной причине отказали им в этой службе, именно в Афганистане, это было реально как горе. Как же я не могу послужить своей родине? Вот реально, хотя война, да, задуматься 9 лет, 2 месяца шла. Это же очень долго. Мы прошли такие сборы, не больше. У меня, я скажу, такое воспоминание очень непростые, потому что когда я в это время учился в военном училище в Минске, и нам приходилось вот хоронить, принимать груз 200, да, как говорили. Это были такие не очень, ну, я бы сказал, такие публичные похороны, потому что государство не очень хотело видеть, ну, много людей на этих похоронах. Как мы вот несли в почетном карауле или гробы носили, или вот стреляли, отдавая, да, последние почести, это было очень сложно. И я никогда не забуду, как вот эти же гробы хранили, да, эти цинковые, они закрытые были, плюс там консерванты, вот свою память я никогда не забуду, как мы несли, а вот некоторые из них, они уже были не герметичными, из них даже вот просачивалась такая жидкость. Я видел, как и все это по рукам иногда, понимаете, да, когда ты несешь. В общем, это такое впечатление, и когда ты смотришь в глаза матерям, родителям, потому что допускал для вот узких круг родственников, конечно, потом, когда я уже стал офицером, уже немножко там мы по-другому сталкивались с этим. Ну, это действительно ребята, причем я хочу сказать, что вот мы вчера с ними разговаривали, ведь они защищали что? Свои семьи, свои города, своих матерей, свой дом, то есть они понимали, что они идут защищать вот свою родину, свое отечество. Это да, это в интересах отечества, война. И вот я заметила, что вот именно вот на таких митингов, посвященных вот войне, людей не приглашают, они приходят сами, да? Ведь сколько народу вчера, да, было? И вот эта атмосфера, она какая-то особенная. Если мы минуту молчания слава героям, мы говорим, то реально люди скорбят. И поэтому мы сейчас говорим, что на примере этих людей, что молодое поколение должно знать историю, должно знать об этой войне, об Афганской, о других локальных войнах. И, наверное, трудно переоценить здесь роль этих ребят, афганцев, да, которые прошли этот кошмар весь в воспитании молодого поколения. Если мы уже говорим о будущем порядке, а вообще наведении порядка в нашем регионе, то в головах тоже должен быть порядок. Если они не будут учить, как мы видим, то научат другие. Я почему тоже эту тему сегодня поднимаю, вот мы с Сергеем как-то ее тоже обсуждали, потому что вот сегодня тоже много критики идет в адрес тех людей, которые носят погоны наших правоохранительных органов. Но хотелось бы, чтобы каждый задумался, что это люди, они, во-первых, дали присягу отечеству, да, они выполняют свой долг, они офицеры, есть приказ. Вот. И поэтому, конечно, иногда очень обидно за то, что люди вот, ну, какое-то свое недовольство выливают, отыгрываются на них. Все-таки хотелось бы тоже понимать, что эти люди находятся на службе у государства. И когда у каждого что-то случается, какое-то горе в семье, трагедия, там все все равно идут в правоохранительные органы, пишут заявление. Первый телефон, да, куда-то звонят. Да, и вот поэтому очень хотелось бы, чтобы, ну, не потому что я тоже офицер из династии военных, да, но я бы хотел, и это очень важно для государства, мы должны уважать тех людей, которые находятся на службе у государства, носят погоны. Действительно, им приходится выполнять очень сложные задачи, которые перед ними ставятся. Не важно, там, кто-то внутренне может быть с этим согласен, не согласен, но есть приказ, есть присяга, и человек это выполняет. И вот, конечно, это очень важно. И, конечно, очень важно, чтобы наша страна, наше государство, мы поняли бы и о семьях погибших. Потому что каждый, уходя на службу, тем более, уезжая там в горячие точки, должен понимать, что все-таки государство обязано о его семье, о его детях, о родителям. Да, позаботиться. Уважаемые друзья, мы прервемся на рекламу, буквально две минуты, не переключайтесь, и звоните 300-190. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, 300-190 наш телефон. Просьба звонить, задавать свои вопросы, тем более, что сегодня у нас представительство нашей студии очень интересное. Это Олег Лебедев, депутат Законодательного собрания Тверской области, председатель Постоянного комитета по экономике. И Сергей Павлов, председатель Тверской межрегиональной общественной организации ветеранов следствия «Союз». Мы до перерыва говорили как раз о том, что нашему подрастающему поколению, сегодняшним школьникам, есть, например, и кого учиться постигать правду и делать благосостояние нашей стране. Сереж, у вас тоже ведь проводится среди ветеранов следствия какая-то работа именно такая. Вот кажется, да, что вот работать с подрастающим поколением, это вот как раньше было, пришел на урок мужества или что-то там, прочитал лекцию или что-то. Ведь это сейчас людям уже молодежнее интересно, да? Нужны какие-то новые формы. — Междусловно. Ну, во-первых, наши отцы и деды, они сделали все возможное, мне кажется, на все 20% выполнить те задачи, которые стояли перед ними по воспитанию подрастающего поколения. И до настоящего времени многим уже за 80, вот Павел Павлович Кабанов, ему уже за 90, до сих пор мы привлекаем к определенным мероприятиям, направленным на воспитание молодых следователей в том числе. Но сейчас необходимо работать, конечно, и со школьниками, мы работаем, вот у нас есть кадетские классы, да, с которыми работают наши сотрудники. Часто нас приглашают в студенческие коллективы, в политехнические университеты, вот на 25 числа у меня запланирована встреча в медакадемии со студентами. То есть мы работаем, и, конечно, вот такой ратный подвиг, который идет из поколения в поколение, который в генах наших людей содержится, конечно, он должен передаваться людям. Потому что мы, к сожалению, не смогли отстоять то государство, которое отвоевали и построили наши отцы и деды. Но взамен мы, конечно, получили страну, в которой формируется нормальное гражданское общество. И для того, чтобы его укрепить, конечно, необходимо воспитывать людей, передавать им опыт, передавать традиции и точки опоры, опираясь на которые они смогут строить и держать это государство. Да, самое главное, чтобы не было вот этой пустоты. Да, они должны понимать, для чего они живут, какие у них перспективы, какое у них развитие, для чего, как бы, на что направлен вектор их развития. Это очень важно, потому что, конечно, хорошо быть человеком мира, когда ты абсолютно свободен. Он свободен, прежде всего, от своих обязательств. Но свобода, как известно, различные формы. И мы живем с вами в свободной стране, да и хотим быть свободными людьми. Но существуют различные формы свободы. И максимальная форма свободы, как правило, приводит к войне всех против всех. Поэтому мы должны понимать, как развиваться для того, чтобы... Да, что мы сейчас видим. Сергей, вынуждены прервать, уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Говорите его в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Анатольевич. Да, Александр Анатольевич. Я, конечно же, поддерживаю правильные слова. Говорить, что нужно воспитывать нашу молодежь. И воспитывать на примерах наших земляков, таких, как был Михаил Круг. Вот именно на его творчестве нужно воспитывать нашу молодежь. Она была очень правильная. Он всегда выступал о том, что... И на телевидении, на радио, что готовит своего сына к армии. И он служит в полиции сейчас. Вот. И у меня вопрос к гостям в студии. Скажите, как вы относитесь к тому, что вот один из лидералов НДВД обратился к президенту с предложением, значит, убрать память Михаила Круга? Это первое. А второе, я думаю, что нам нужно всем собраться и обратиться встречным предложением к нашему президенту, чтобы Михаилу Кругу отмертно присвоили звание народного артиста России. И он это заслужил, и мы, земляки, как раз вот должны выразить свое единое мнение. И прекратить вот эти страсти по кругу, убрать, не убрать. Я считаю, что это совершенно неправильно. Он достойный земляк, которую нужно все-таки присвоить звание народного артиста России. Спасибо, Александр Анатольевич, спасибо. Ну вот такое вот конкретное предложение и вопрос, да? Ну что, будем отвечать. Я знаю, что, Олег Станиславович, вы же были хорошо знакомы, да, с Мишей, да? И тем более, что буквально за несколько дней, да, до его гибели вы с ним встречались, вы с ним общались. Ну давайте ответим Александру Анатольевичу. Ну, во-первых, все-таки хочу сказать, что действительно Михаил Круг фигура непростая, ну, достаточно противоречивая. Я с Михаилом часто, я не могу сказать, что я был другом, товарищем. Мы с ним вместе, во-первых, очень близко сошлись, когда вот строили храм Михаила Тверскому рядом с обелиском Победы. Вот я, Александр Петрович Белоусов, он, да, действительно, в четверг буквально за несколько дней у нас с Михаилом был очень тяжелый разговор. Часто так, к сожалению, бывало, что мы с Михаилом спорили, и характер у Миши был очень сильный. Ой, у него такой крутой характер. Взрывной, как раз он решил политической деятельностью позаниматься, продемонстрировал мне удостоверение помощника депутата Государственной Думы. Вот, и честно говоря, мы так расстались на такой нотке сложной. Почему? Потому что я уже был депутатом Тверской городской думы, вице-президентом Витязя, такой общественной организации, которая объединяла. И как раз я ему тоже говорил, потому что творчество круга, оно тоже разное, да, и он менялся, трансформировался. Почему, например, мне тоже больше нравятся его лирические песни, там, песни, посвященные городу Твери. А какие песни, да, написанные, да? Ну, и не выкинешь никуда, и песни, да, и Владимирский Централ, и Кольщик, и так далее. Поэтому здесь о чем мы говорим? Действительно, очень хорошо сейчас Игорь Михайлович, по-моему, ответил на этот вопрос совсем недавно наш губернатор, который сказал, что да, мы сегодня очень осторожно относимся к тому, что передвигать памятники, сносить памятники, и действительно, кому-то может его творчество нравиться, кому-то не нравится. Я действительно тоже часто ему говорил, что он излишне романтизирует, скажем так, вот, определенную... Да, блатная романтика такая. Да, причем он сам-то, видите, и жизнь-то его закончилась, да, вот таким образом, что как раз тех, кого он порой вот... Ну, поверьте, в последние годы у него эти розовые очки с его глаз упали. Но в чем, например, Михаил, он был действительно патриотом своего города, своей Тверской земли, это точно. Вот, например, первый, кто мне так глубоко рассказал о Михаиле Тверском, ну, потому что Михаил Крук, Михаил Тверской, не зря вот... Он мечтал, кстати, о воссоздании Спаса Преображенского собора, ну, например. Вот, он очень любил наш город, и когда, если кто-то обижал Тверь, хотя ему всегда здесь было очень тяжело выступать, он всегда говорил. Вот, Тверская публика для меня, это я как экзамен задаю всегда. Попросил, кстати, тоже, какое-то предчувствие все-таки у него было, потому что он мне говорил... Ну, мы обсуждали его взаимоотношения с определенными там непростыми фигурами в криминальном мире, да, Тверской области, безусловно. Он понимал тоже, что он где-то находится вот между, так скажем, определенных сфер влияния. Разные версии рассматривались. Но то, что действительно кто-то его любит, кто-то не любит, ну, наверное, мало кого он оставляет равнодушным, так скажем. Да, я хотела добавить, что он в масштабах всей России, у нас Тверская область, это прежде всего родина Михаила Круга. Ну, все-таки и родина Афанасия Непитина, и Михаила Тверского, и генерал-сель-маршала Гурка, да. Это как, знаете, Алексей Александрович, буквально после гибели Михаила, я в Москве встречалась с одним видным политическим деятелем, и он в интервью сказал, а что у вас теперь в Твери-то и осталось? Был Михаил Круга, и нет, вот с этим согласиться нельзя. Вы, наверное, скажу такую вещь, мало кто из наших горожан знает, что я два раза принимал участие в передачах Малахова, и там у нас с Андреем очень такой тяжелый разговор тоже состоялся, потому что я как глава города, как депутат, как офицер, ну, прежде всего, конечно, я не хотел бы, чтобы наш город рисовали как какой-то родины, знаете, криминального мира, потому что даже сравнить Тверь там с бандитским Петербургом, как некоторые говорят, или с каким-нибудь Тамбовым, или там не буду другие города называть, нет, все-таки Тверь, это, я всегда говорил, что цивилизованный город, где люди очень образованные, очень чистая речь, здесь на самом деле не вот я противник этого. И более того, я все-таки хочу сказать, что это не памятник, это уличная, ну, скульптурная группа, это уличная, можно лавочка присесть, это не какой-то такой монументальный. И долгое время, я отвечу, ведь этот памятник еще начинали делать при Александре Петровиче Белоусове, который тоже определенную испытывал такую вину микро, потому что Михаила же тогда не пригласили на День города, и он мне вот как раз в четверг высказывал, ну, как же так, вот мы там, я строил это, меня вот как выкинули, не дали мне, потому что он любил выступать на Дне города, всегда его слушали. Вот, поэтому и вот этот памятник, я хорошо знаю семью Цыгановых, у него же разные песни, и приходите в мой дом, да, которые... Которые вместе с Викой как раз спели. Да, мы дружим, я, в общем, у меня хорошие отношения и с Викой, и с супругом, который, в общем-то... Который является скульптором этой композиции, скульптором, да? Ну, он один из инициаторов, да, разработчиков, да, вот этой концепции, скажем. И этот же памятничек стоял, ну, представьте, когда я увидел, что он стоит в их коттеджном поселке на улице, и ко мне подходили люди, ну, зная, что там... Поэтому давайте мы будем терпимее немножко. Ну, и, конечно, я еще раз говорю, кому-то нравится творчество. Ну, дайте так говорить, ведь две песни Михаила Круга претендовали даже на то, чтобы стать гимном города Твери. Да, да, рассматривалось реально. Я Тверь люблю как маму, да, и он очень много тверичам посвятил своего творчества, и двору пролетарки. Поэтому давайте будем терпимыми. Кто-то является сторонником этого жанра. Причем жанр тоже сложный, потому что это и романс. В этом же жанре ведь работает, даже работал и Высоцкий, и Асхуджава, и Розенбаум, да, и так далее. Поэтому нужно быть очень здесь деликатными и аккуратными. Тем более, что и мама умерла Михаила. И, честно говоря, мама всегда все-таки просила. Я почему вот Сергея, мы знаем, да, идет работа для того, чтобы все-таки найти не исполнителей, а заказчиков этого преступления, потому что это, наверное, важно, не найти вот тех, кто там, мягко говоря, пушечное мясо, там, пехотинцы которые, а те, кто все-таки послал этих людей, понимаете. Давайте сейчас чуточку попозже об этом поговорим. Я, кстати, хотела, да, продолжить. Ведь сразу на ум приходит песня, которая, можно сказать, является гимном наших тверских сотрудников ГИБДД. «Храни вас всех судьба в лице ГИБДД», который, клип, который мы снимали вместе с Мишей, и теперь он постоянно показывается, где еще снимался бывший начальник ГАИ нашего Дениса Черных, да, который пошел с этого клипа высоко в карьерном росте. Да, да, да. Сереж? Просто там, так как это ветеран, там, какой-то правоохранительных органов высказался, да, по этому вопросу. Вот странно, что вот искала фамилию, не нашла я эту фамилию пока. Как ветеран тоже хочу высказаться по этому поводу, естественно. Здесь были перечислены уже поэты, которые в этом ключе работают. Вот я бы еще вспомнил просто Утесова, например, да, который просто блатные песни перед Сталином пел. Есть такие, да, как бы, воспоминания. Ну, Михаил, во-первых, у него прекрасная поэзия, прекрасная романтика, да, действительно, он сделал для Твери гораздо больше, видимо, чем многие ветераны правоохранительных органов. Поэтому я считаю, что это, безусловно, наше достояние, нужно его сохранить. Причем, ну, он создает определенный колорит, вот эту духовную такую среду, которая в нашем городе присутствует. И он пел о любви, о дружбе. И я вам скажу, что когда я еще работал в прокуратуре, он даже в прокуратуре, в день прокуратуры делал там концертную программу, которая так называлась «Зеленый прокурор». И в драмтеатре, да, выступал перед прокурорами, там мы его слушали, бурно аплодировали, потому что это была действительно прекрасная концертная программа. Вот, вы знаете, я сразу вспоминаю последнее интервью, у меня, кстати, с ним было, вот именно мы с ним встречались. Он много очень интересных вещей действительно говорил. Он говорил о домострое, он говорил о воспитании детей. Он вообще такой вот правильный человек-то был, да? Ну, и сын стал офицером полиции. Да, и сын офицер полиции. Это уже о чем-то говорит, уважаемые друзья. Ну, а потом, ну, давайте, ну, зачем нам? Что, у нас других проблем сейчас нет в нашем городе, в нашей четвертой губернии? Ну, вот Игорь Михайлович, я думаю, подвел черту очень деликатно, очень аккуратно, я еще раз говорю. И не надо здесь вот разжигать искусственно проблему, как говорится, чешить и пойти, как черноморец, в другом месте. Не надо здесь вот, понятно, кому-то хочется в преддверии федеральных и региональных политических событий использовать это. Да, 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 это все не просто так. Безусловно, но я думаю, что у нас очень разумное руководство регионом, поэтому я думаю, что Тверь, конечно, и у нас очень много. И вот то, что сейчас готовится к установке памятник Андрею Дементьеву тоже, да, у нас разные, у нас любят и, извините меня, классическую музыку, у нас замечательно джазовые фестивали проходят. Поэтому здесь не надо никого противопоставлять. Кому-то его творчество нравится, мне тоже какие-то песни нравятся, какие-то, честно говоря, нет. Это тоже нормально. Я спорил с ним, я критиковал Михаил, мы ругались с ним, мало кто знает, даже вот чуть ли не там за грудки друг у друга. Характер у Миши был очень сложный, очень. Он был монархист такой, но можно по этому поводу отдельную передачу сделать, да, и как-то поговорить, потому что фигура неоднозначная. Да, давайте сейчас перейдем к тому, что вы затронули, Олег Станиславович, год назад, да, практически, когда у нас на всю страну разнеслась информация о том, что раскрыто, наконец-то. Сколько лет было нераскрытым убийством Михаила Круга, и у вас здесь есть свой взгляд на это? Ну, у меня взгляд очень простой, поскольку так случилось, что, будучи главой города, да, мы, естественно, и Зоя Петровна всегда все-таки просила, и я хорошо с Ириной знаком, с семьей, с Ольгой, естественно. Вот, конечно, им бы хотелось, чтобы заказчики этого преступления или те, кто вот толкнул этих, ну, скажем так, людей на преступления, все-таки были бы раскрыты и найдены, это важно. Потом здесь же тоже нанизывается целый ряд тоже таких вопросов, связанных с судьбой Александра Петровича Белоусова и того же такой сложной криминальной фигуре, но очень известной в нашем городе, как Александр Иванович Костенко, про которого тоже можно много сказать. Известная личность, да. И его гибель тоже не раскрыта, а я считаю, и как считают многие сотрудники Федеральной службы безопасности, поскольку вот с генералом Моревым мы, скажем так, на эту тему неоднократно общались и тоже делались попытки дойти до сути этих вопросов. Здесь, конечно, нужно очень внимательно посмотреть в целом и, конечно, самая главная задача наша, чтобы наша Тверь, наша Тверская область, она, люди могли здесь спокойно жить, спокойно заниматься бизнесом, а, как говорят, бизнес и экономика любят тишину. Почему? Вот я и стал в свое время вице-президентом Витязи и стал депутатом. Наша задача сделать так, чтобы действительно Тверская область, это была территорией благоприятной, спокойной, которая бы в правовом поле находилась. Говорили о важной для нашего региона такой фигуре, важном человеке, значимом человеке, наверное, кто принес в чем-то славу нашему региону, Михаил Круг. Говорили о том, что, да, Олег Станиславович, необходимо, известный человек, что необходимо все-таки найти основного заказчика, да, кто это сделал, не раскрыт, наверное, ряд таких громких убийств, которые на слуху уже давным-давно, да, и политическое. Вот, Сереж, ведь то, что вот как ветеран Следственного комитета, ведь это же кропотливейшая работа. Да, даже то, что мы год назад смогли назвать фамилии, кто это сделал, да, кто убил, кто нажал курок, да, от чьих рук погиб Михаил, ведь это же гигантская работа следователей. И не только следователи, тут разные правоохранительные структуры были подключены. Ну, я не уезжал на убийство Круга, я уезжал на убийство Константинка, когда его расстреляли из автомата. А, это было как раз поворот на Лисицкий Бор, мы тоже там работали. Да, я помню, да, я помню. Я помню, как ты обиделась, когда я убрал автомат, мешок не показал тебе. Ну, еще бы не обидеться. Вот, безусловно, это такая яркая личность с таким колоссальным окружением, да, которое необходимо было отрабатывать в первую очередь. Поэтому объем работы, который стоял на первоначальных этапах расследования, конечно, он в некотором роде и обусловил то, что сложно было выйти сразу первые несколько дней на какой-то круг предполагаемого преступника. Тем более, что преступный почерк, он был абсолютно алогичный, да, и то, как вели себя преступники на месте происшествия, это просто выбивало нас, как бы, из тех привычных схем, по которым мы привыкли работать. Казалось бы, обычное ограбление, но... Просто не знали, к кому зашли. Самые разные, тут у нас, вы знаете, что должны отрабатываться все версии. Ну, конечно. В основе каждой версии должен быть положен какой-то факт конкретный, то есть она не может быть безосновательной, то есть есть основание, должна быть версия. Поэтому там было больше, более 20 версий, обоснованных версий, по которым необходимо было работать. И по каждой версии была проведена работа силами и средствами не только следователей, сотрудников оперативных управлений различных, различных оперативных служб, но у нас была и помощь, и поддержка, и федеральных структур. Ну, к сожалению, на тот период, по горячим следам, на этапе первоначального расследования, на конкретных подозреваемых лист было крайне сложно выйти. Тем более, скажу, что тогда период был, это не... сейчас достаточно спокойная работа, да, тогда совершалось по 360 убийств в год, да. То есть это следователи работали, и оперативные службы работали на максимальном пределе своих возможностей. Вот я перебью, я вспоминаю вот то время, когда вот день начинался и заканчивался, вот когда день заканчивался, уже приезжают кинологи с собакой. Я сама лично видела много раз, когда вот уже собака, она отказывается идти, она всеми четырьмя ногами упирается, она уже больше не может работать, эта собака, что говорить о людях, потому что это выезды, выезды постоянно. Да, не зря эти годы называют дихие... Лихие 90-е. Это уже начало 2000-х, да, но тем не менее, конечно, вот говоря о том, что с нашей страной произошло, надо сказать, что обратите внимание, да, что сегодня благодаря руководству нашей страны и руководству нашего региона в том числе, ну, совершенно другая криминальная обстановка. Сегодня люди могут спокойно заниматься предпринимательской, да, у нас есть еще факты, когда и сегодня пытаются кого-то там крышевать, деньги собирать. Но тем не менее, коррупцию-то никто не отменял. Да, но согласитесь, да, мы сегодня живем в совершенно другой стране, и нашей молодежи, вот иногда, когда с ней разговариваешь, а сегодня вот я не согласен, в чем с вами я скажу, сегодня целый набор мер у нас по работе с молодежью и есть в регионе. Видать, вспомним, и пост номер один, и Зорница, да, и Игра Орленок, и поисковики, которые мы проводим, и пост номер один. Но это опять-таки связано на этой ниточке памяти, это все, да. Я тоже, Ир, скажу, что иногда просто живой разговор, вот даже с ветераном великачественным, к сожалению, их все меньше, и они в таком уже физическом состоянии, с ветеранами боевых действий, понимаете. Когда дети встречаются, когда есть возможность, вот там Артем Гатаев, мой товарищ, там тоже друг, да, который прошел, да, и мы же тоже, и Горбунова моих тоже товарищей похоронили, и Медведева там, скажем так. Но это те люди, которые прошли через это все, и мы тоже помним, да, конец 90-х, это ситуация на Северном Кавказе, где, по сути, все ездили в командировку, где люди порой приезжали. Вот многие, наверное, напротив как раз могилы Михаила Круга, я всегда, вот там находится захоронение кладбища наших, ну, моих боевых друзей, многих, которых я знал лично. Да, и многих, к сожалению, это уже встречалось в последний раз, да. И это вот так у нас сегодня. Вот я и говорю еще о том, что вот сейчас мы вот вспомнили те лихие 90-е, что вот это у нас в памяти наша задача не допустить, да. У нас сейчас все нацелены на правоохранительные структуры, и линия нашего государства идет на то, чтобы правильного лекции не сказали, чтобы бизнес нормально, чтобы жизнь была достойной. Цель-то какая? Чтобы спокойно, мирно и достойно финансово жили люди. И теперь другая у нас сегодня на повестке дня задача, вот, по которой мы работаем и с Сергеем тоже активно общаемся. Это, так скажем, воздействие уже на криминальную экономику, понимаете, да, вот чем мы занимаемся, наш комитет, в том числе в рамках общероссийского народного фронта, деловой России. И вот это тоже очень важно, что сегодня у государства уже есть возможность дойти до тех, кто производит там контрафактный алкоголь, кто, извините меня, подделывает лекарства, да, и людям продает. Это сейчас очень актуально, тем более в пандемию. Вот, кстати, Олег Александрович Перебила, вот вы, вот так вот, ваш такой союз здесь не ограничивается творческий, деловой союз здесь, то, что вы визави находитесь в этой студии, вы еще и нашли взаимные точки, что-нибудь взаимопонимание в будущей работе на благо нашего региона. Я скажу, что наш комитет, поскольку вот мы рассматриваем данные законопроекта, комитет по экономике, касающийся, скажем так, вот теневой криминальной экономики, мы активно работаем, у нас сейчас в комитете два законопроекта, которые внес прокурор области Сергей Борисович Лежников и по защите инвестиций на территории региона и так далее, то есть по оценке регулирующего воздействия. Мы вместе с прокуратурой разрабатываем, скажем так, законопроекты, чтобы вот покончить с этими рюмочными в жилых домах, которые беспокоят граждан. Кстати, это очень большая проблема, которую мы много лет уже ездили в рейды, в ночные смотрели, и, наверное, вам, как председателю комитета, приходят и звонки, и как члену штаба, да, общероссийского народного фронта, люди жалуются, да, мы много, много уже и сделано, но еще предстоит, у вас какие данные, с чем обращаются к вам люди? Ну, мы же и выезжаем с вашей телекомпанией, вы выезжаете. Конечно, например, сегодня, если вот мы говорим не о экономической части, а о социальной, то, конечно, прежде всего, огромное обращение от жителей в органы местного самоуправления, к депутатам, в правоохранительные органы, в полицию, прежде всего, это, конечно, людей беспокоят вот эти всякие наливайки, курительные салоны, которые в жилых домах находятся. И не зря сегодня, вот, честно говоря, был недавно селектор с нашими коллегами в Государственной Думе, сегодня очень внимательно рассматривается возможность, чтобы регионам увеличить количество полномочий для воздействия на вот эти субъекты экономической деятельности, так назову, потому что, если мы говорим о наливайках, то мы должны четко понимать, что мало произвести, да, контрафактный алкоголь, который порой производится в промышленных масштабах. Да, его еще надо где-то реализовать. Да, реализовать. Причем мы понимаем, что часто в этих наливайках мы сталкиваемся с тем, и вот у нас много кадров с вашим телеканалом, когда там и спиртосодержащие жидкости продают. Помните, десятилетней давности события в Оржеве, когда там более 50 человек просто погибли, отравились и умерли от потребления вот спирта, смешанного с водой. Так называемый снежинка, по-моему. Но, кстати, вот последнее время у нас такого, к счастью, нет, уже прекратили, но еще года два или три назад у нас остро стояло вопрос о реализации той же настойки боярышника. Люди умерли от него, скажем так. Да, по этому вопросу. Хочу поржево просто сказать, очень интересно, я занимался тогда этим вопросом тоже, я столкнулся с уникальной ситуацией в том, что там целенаправленно создавалась очень интересная система. То есть, если раньше человек мог просто, например, принести металл, сдать его, получить деньги, купить себе хлеба или еще что-то, то создалась такая ситуация, что определенный круг людей просто блокировал возможности вот этих людей, которые жили вот таким простым промыслом, получить деньги за металл. Они расплачивались с ними только вот этим вот суррогатом. Вот эти вот жидкости. И они просто подсаживались на этот суррогат, и как зомби просто ходили, искали, получали этот суррогат, не носили металл и просто не получали денег для того, чтобы сходить даже купить хлеба. То есть, вот такая ситуация была создана достаточно масштабная. Естественно, у них там атипичная желтуха там возникала. Это все, что угодно. Не взял, прям числится это все. Более того, ну мы же понимаем прекрасно, что именно там и пытаются, не во всех, конечно, но подсаживать нашу молодежь и налетки и нас сначала. Конечно. Леткие наркотики, курительные. Потому что вот я не курю, и к курению отношусь очень как бы так негативно. Почему? Потому что это линейка. А да, но я когда захожу, я же уже сразу чувствую по запаху, ну извините меня, и сразу это характерное головокружение. А теперь вы представьте себе, что всю ночь такой объект работает в жилом доме. В подъезде, квартира, где люди должны отдыхать. Да, запахи все эти поднимаются. Ну вы понимаете, потому что многие из этих помещений даже не оборудованы, как положено, вентиляцией, системами и так далее. Все это по подъезду вверх. Люди испытывают огромный дискомфорт. Поэтому вот сейчас законодательство тоже и наше государство подошло. Вы помните, вот мы прошли определенные этапы жизни. Вот недавно меня спрашивали там, я был сторонником того, чтобы убрать рынок на Ашмитта, на моем округе. Вы помните, разные были мнения, и мне тоже писали, ругались там. Но сегодня, вот если так скажем, 95-99% жителей, которые жили вокруг этого рынка, и даже где-то некоторые защищали, я их знаю. Ну потому что удобно, конечно, в тапочках, извините меня, выйти. Но я когда этим людям говорю, а вы задумались, вот вам продают здесь помидоры, огурцы, у них ни туалета нет, ни руки им негде. Помыть, как это вот все, ну понимать, ни чеков вам не подбирают. Ну правильно, если мы говорим о культуре вождения, то вот она культура жизни. И сейчас эти люди говорят, да, вы знаете, причем те, кто из этого, часть с этого рынка, как говорится, мы их переместили, они сегодня в близлежащих на первых этажах домов, магазинчики, вот зеленые лавки всякие обустроили. Они, конечно, есть еще факты торговли там на коробках, на... И я сразу говорю, что мы не говорим сейчас о торговле бабушек редиской со своих там участков, это буквально... Ну это поддерживает, это поддерживает тоже пенсионер. Да, это мы говорим о другом, что иногда же, что происходило на этом бульваре Шмидта, ну давайте говорить откровенно, приезжаешь, вроде сидит русская бабушка торгует, но у нее товара на несколько миллионов, понятно, начинаешь спрашивать, а где, как вы зарегистрированы, ИП зарегистрировано в другой области. Я еще раз говорю, приезжают ее хозяева, люди определенных национальностей, понимаете, ну это же маскируется все это под бабушку торгующую, извините меня, со своего... У нас телефонный звонок и мало времени в эфиры, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, уважаемые участники программы, очень важную тему вы затронули. Я бы хотел обратиться с просьбой к Олегу Станиславовичу, как человеку неравнодушному, любящему свой город. Вот сейчас всех нас просто шокировала инициатива уважаемого там товарища ветерана органов внутренних дел по сносу памятника Михаила Круга. Ой, а вы только что это обсуждали. Я вот этот вопрос не слышал, просто вот очень большая просьба. Я знаю, что Олег Станиславович и чтит память Михаила, и знает его хорошо, и так же любит его, как и большинство наших с вами горожан. Вот, друзья, давайте мы защитим нашего Шансонье, потому что он никоим образом не пропагандировал какую-то криминальную идею. Да, мы только что об этом говорили, мы долгое время говорили. Он представляет, и хочется крикнуть, руки прочь от круга, лучше занимайтесь тем, чем надо, а не вот такими вот делами. Спасибо. Спасибо, представьтесь, ваше имя. Меня зовут Сергей. Сергей, спасибо большое. Ну вот мы это уже тема обсуждали, у нас время подходит к концу нашей программы. Давайте мы все-таки подытожим. Вы сотрудничаете с правоохранительством, сотрудниками полиции? Что мешает, может быть, в вашей работе? Что стоит вам вот так вот, кто палки в колеса? Да, вы сегодня, ну, во-первых, конечно, я вам так скажу, люди зачастую, конечно, нам говорят, что без какого-то покровительства или органов власти каких-то, органов местного самоуправления, может быть, там, каких-то правоохранительных структур, ну, криминальных структур, потому что однозначно криминальный бизнес, криминальная экономика, она вся, конечно, все равно находится в криминальном поле. Потому что люди часто говорят, вот мы, помните, у школы милиции, там, закрываем наливайку, она открывается. Вот сегодня ситуация по улице Горького, например, уже навязла, там у нас вот прям недалеко от областного УВД, ну, как анекдот, там в этом доме парикмахерская находится, уже четыре раза люди переобувались, два входа уже там сделали. Люди пишут, понимаете, мы ее вроде там закрываем с сотрудниками полиции, они там вывеску поменяли, но заходишь порой, те же самые лица, понимаете. Ну, а как, что изменится, конечно, фиксируется. И, конечно, это вот такое, как иногда ходишь, как по замкнутому кругу в данном случае, не в отношении. Поэтому для нас очень важно сегодня, действительно, чтобы наша работа, и вот с Выскубовым мы очень активно взаимодействуем, с Арнорд Феликсовичем, спасибо ему. Поэтому наша задача собрать все, скажем так, наши правоохранительные силы, потому что кто-то, безусловно, там сотрудники полиции иногда боятся где-то превысить свои полномочия. Вот, как я говорю, вообще вопиющий факт, вот у нас там вот этот известный курительный салон рядом с филармонией и драмтеатром там на углу. Два часа вытолкнули сотрудников полиции просто-напросто, вытолкнули, но поверьте, и два часа не пускали, за это время уничтожали, сливали алкоголь, высыпали в унитаз. Это уже никакие ворота не лезет. И понимаете, вот действуют. Дальше я рассказываю, как они действуют. Вот приезжаем, уже приехал УБЭП, усиление, они понимают, что сейчас или двери будут вскрыты, сломаны, они открывают их, мы заходим. Крупный мужчина, не буду фамилию называть, известный достаточно мошенник в нашем городе, сначала говорит, я здесь директор и управляющий. Ему говорят, так, давайте разберемся, где ваши документы, как. Он говорит, нет, я здесь просто сначала вот тут, потом, когда ему предлагают все-таки написать объяснение, он говорит, я вообще сюда зашел, понимаете, ну, человек, который несколько месяцев на барной стойке работает, и мы с вашим каналом снимаем это все, говорит, я всего первый день здесь работаю, ну, понимаете. И вот действительно нам нужно очень четко объединив усилия и прокуратуры, и следственного, и полиции, и органов санэпидемнадзора, и органов местного самоуправления. Это тоже важно, потому что ситуация разная везде. Вот если в Твери, например, малый и средний бизнес, он достаточно развит, здесь есть людям куда пойти, в магазины и так далее. Вот многие говорят, через наш комитет в том числе мы запретили, ограничили по времени ночную торговлю. Но ведь мы же тоже знаем огромное количество магазинов, которые ночью торгуют алкоголем под видом наливаек вот этих, якобы это объект общепита, даже, но не открывают крышки, вы понимаете. И, конечно, вот это вот очень важно сегодня, чтобы я как руководитель деловой России, президент нам говорит, давайте мы обратим внимание, поможем реальному легальному бизнесу, который платит налоги, который трудоустраивает людей, создает рабочие места, и он конкурирует. Вот вы вдумайтесь, я всегда говорю, как может конкурировать, например, официальный магазин, торгующий фруктами? Он или купил это помещение, взял кредит, или арендует. Ему надо официально платить людям зарплату, отчислять платежи. Олег Станиславович, скажите, все-таки взаимопонимание с органами прокуратуры, сотрудниками полиции, следственным комитетом достаточно у вас? И, по-вашему, есть реальный шанс побороть вот эти вот, мягко говоря, недостатки нашей жизни? Те же рюмочные, незаконные, курительные. Да мало ли чего у нас еще осталось. Хорошо, что намного. Мы стоим в тесном контакте с Министерством контрольных функций Тверской области. Такая задача поставлена губернатором в наведении порядка во всем этом. Я знаю, что Игорь Михайлович очень к этому последовательно и прагматично подходит. Действительно, мы взаимодействуем со всеми правоохранительными органами. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Всегда межведомственное взаимодействие, взаимодействие, оно непростое. И сотрудники Федеральной службы безопасности с нами работают. Естественно, у всех свои задачи, у всех свои компетенции. Но, безусловно, по опыту других регионов, скажу, там, где такое взаимодействие максимально налажено, ну, например, приведу в пример Белгородскую область, приведу в пример Калугу, где при таком же даже законодательстве они несколько дальше нас продвинулись в наведении порядка. Москва сейчас очень жестко, Собянин подходит к этим вопросам, вы знаете. Поэтому здесь нам надо и законодательство совершенствовать, и объединение, координацию. Ваша передача, вы приглашаете, да, представителей всех органов власти, безусловно. Да, с вас законы, что называется, пожалуйста. Безусловно, на передовой находятся сотрудники полиции, так им, честно говоря, больше всего. Потому что и сама процедура нашей работы, прежде всего, мы звоним в службу 112, потому что мы, я как депутат, как гражданин, мы не имеем права проводить какую-то опер... Да, 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 естественные проверки без сотрудников правопорядка. Соответственно, да, мы можем только лишь, скажем так, вызвать представителей правоохранительных органов, написать заявление, обратить их внимание. Спасибо вот с вашими коллегами, с телевидением, да, документировать, смотреть, фиксировать это все, отрабатывать. Потом еще важно довести это все до судебных решений, потому что, давайте говорить так, что мы часто порой видим, мы работу большую проделали, их там, извините меня, маленькие штрафы, были на короткий период времени, их закрыли, а они переобулись опять. Это очень важно. Сережа, что может здесь, чем помочь Следственный комитет? Вы принимаете звонки, вот имеется в виду, даже вот сегодня в разговоре с Олегом Константиновичем была затронута тема той же самой коррупции, да, кому это выгодно, ищите, и кто кого покрывает. Куда звонить, куда обращаться? Ну, во-первых, Александр Славович сказал, что правоохранительные органы стесняются применять свои полномочия. Конечно, превышать свои полномочия нельзя ни в коем случае, это категорически исключено, но силовыми функциями, силовые ведомства на то и наделены для того, чтобы они их применяли, и применяли в интересах граждан. То есть, если они будут стесняться применять те силовые функции, которые они должны применить в определенном случае, то кто тогда их применит, и кто тогда защитит жителей города? Поэтому здесь необходимо, конечно, во-первых, чтобы сотрудник правоохранительной системы был подготовлен, он был квалифицирован, он знал, когда, какие полномочия, в каких рамках он должен применить, и если такие основания есть, нужно их применять, безусловно, для того, чтобы пресекать противоправную деятельность. Жестко, четко и в соответствии с действующими нормативными актами. Так, коротко, куда звонить могут люди? Время ограничено. Да, во-первых, не нужно стучаться в открытые двери. Что касается обращения граждан, это самое мощное завоевание в последнее время, это гражданское общество. Поэтому людям не нужно стучаться в широко распахнутые двери. Во всех ведомствах есть сайты, во всех сайтах открываете сразу обращение по фактам коррупции. Пишите спокойно, все, вы можете, телефон доверия во всех ведомствах есть. То есть сейчас у нас век цифровой экономики, вы на любом сайте найдете всю необходимую информацию для того, чтобы подготовить соответствующие заявления без помощи адвоката, без каких-либо дополнительных функций. Открыли, зашли, сообщили, с вами свяжется представитель правоохранительной структуры, в частности, следственного комитета, скажет, как, что, когда, когда подойти, когда дать информацию. Не бояться, не надо молчать, не надо бояться, не надо равнодушно проходить мимо какого-то недостатка. Руководители ведут по тематике приема граждан, по тематике, по коррупции, по заработным платам, по образованию, по медицине, тематические приемы ведут. О их приемах заранее на сайтах имеются сообщения, размещаются гражданам, можно записаться по отдельным тематикам. То есть двери широко открыты. Олег Александрович, куда ваш совет? Мы ведем и депутатские приемы, и в приемной партии «Единая Россия» у нас работает, да, мы регулярно такой прием ведут. Я веду каждый вторник прием предпринимателей, каждый вторник с 11 до часа, с 12 до 2 я веду прием. Плюс Общероссийский народный фронт, пожалуйста, и сайт, и приемная, и можно прийти к нам, тоже обратиться, Общероссийский народный фронт тоже занимается вот этой проблематикой. Поэтому, действительно, надо все правильно оформить, надо написать желательно заявление, понимаете, надо не бояться бороться с этим. Да, да, в том-то и дело, что нельзя бояться, но нельзя быть равнодушным. Потому что пока мы будем равнодушными, будут происходить те явления, о которых мы сегодня в нашей программе вспоминали. Уважаемые друзья, спасибо большое за участие в программе. Важное пожелание. Будьте, пожалуйста, здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова